Вы знаете, все это дело Сноудена, это такой выдвиль, который, мне кажется, используют в качестве пиара и спецслужбы, и власти, и Соединенных Штатов, и России. Мудрее всего поступил Китай. В тот момент времени, когда Сноуден был в горячей фазе своих разоблачений, то есть, собственно, публиковал информацию о том, что ему известно, он ему дал убежище в Гонконге. Как только Сноуден выговорился, ему дали возможность улететь в Россию, и мы сейчас расхлебываем все эти взаимоотношения с Соединенными Штатами, ну просто фактически вот там, ну чем бы еще наехать, чем бы еще обидеть, чем бы еще показать, что мы вот типа сами по себе. При этом это анекдотическая ситуация, когда наши экономические интересы впрямую связаны с Америкой, счета у тех самых людей, которые делают громкие заявления, что мы определяем самостоятельно свою внешнюю политику, находятся либо в Европе, либо в Соединенных Штатах, номинированы они в долларах, и вот мы имеем сейчас то, что мы имеем. Конечно, Сноуден сейчас уже вещь абсолютно бесполезная для России, все, что можно, он уже давно сказал. Он никогда не был сотрудником ЦРУ, и он сотрудник частной компании Бэйн, который просто работал по контракту. И в этом смысле лично ему я очень симпатизирую. Он действительно честно сказал о том, как Соединенные Штаты нарушают свои же собственные законы. И в этом смысле я бы дал ему бы давно политическое убежище, просто потому, что он как честный человек отреагировал на нарушение законодательства, он никогда не нарушал присягу, и таким образом не является ни предателем, ни перебежчиком, ни каким-то другого такого же рода нарушителем. Но мы даже на это оказались не способны.